Так, друзья, ну что ж, только закончилась пресс-конференция Центрального банка Российской Федерации касательно денежно-кредитной политики и ответов на вопросы. Ну и как мы с вами видим, мои прогнозы вчерашние, что ставка будет 14-15, они сбылись, ставка стала 14. Это довольно значимое понижение, было 17, стало 14. Но Центральный банк Российской Федерации ответил, это, кстати, был мой вопрос, они немного его даже превосхитили, почему не ниже, с учетом всех возможных ограничений. Ответ следующий, что если снизить сильнее, чем до 14% прямо сейчас, то из-за имеющихся проблем с логистическими цепочками, в общем-то, это сильно не спасет отца русской демократии. Ну, в плане того, что снижая, не снижая, но ввиду логистических проблем, производство не может быстро восстановиться, наладиться, все равно будет дефицит, и, соответственно, это будет подогревать цены. И если снизить ставку еще ниже, то это лишь разогреет инфляцию, но не поможет производственникам, потому что не все можно решить доступными кредитами, к сожалению, потому что есть санкционный фактор. В части чего ждать? Ну, первое, мы ждем за этот год инфляцию в среднем 18-22%, в течение ближайших 12 месяцев, то есть вот от апреля, конца апреля 22-го по конец апреля 2023-го, где-то 10-12 годовых, по части роста ВВП. По итогам 2022 года ожидается падение на 8-10%, по итогам 2023 года ВВП, ну, и не знаю, можно сказать, что рост от минус 3 до 0%, но будем считать, что вот так изменения планируются. И в 2024-м ожидается уже по-настоящему рост 2,5-3,5%, ну, почти как развитая страна. По поводу средней ставки ключевой прогнозы следующие. За этот год, 2022-й, 12,5-14, за 2023-й до 10, ну, и 2024-й год ожидается 6-8, но это пока прогнозы, если все будет окей, естественно. Важные моменты помимо ДКП, денежно-кредитной политики, следующие. Первое. Друзья, сегодня был дан ответ по поводу того, когда нерезидентов будут выпускать из российских бумаг. И ответ был следующим. То есть, в принципе, планируется, что они смогут торговать ими на российском рынке на спецсчетах типа СИ, но выводить из России пока об этом речи вообще не идет. То есть, это явно не ближайшая перспектива. В связи с этим, ждать обвала на рынке российских акций не стоит. Из-за массового вывода нерезидентов. Второе. Мостик НРД Евроклир. Тут честный был ответ, когда он склеится, неизвестно. Увы. И по поводу риска в Санкт-Петербургской бирже, может ли там повториться история НРД Евроклир, ответ был, ну, как бы не от нас зависит. Поэтому этот риск все равно остается, хотя я все-таки считаю, что, надеюсь, не считаю, надеюсь, что он призрачный. Потому что, ну, по логике, хотя логика в последнем месте не очень работает, по логике хотели бы Best Affairs Bank от всего отключить, отключили бы. Поэтому, ну, если все до сих пор работает, есть смутная надежда, что все-таки так оно и останется. Что мы имеем в сухом остатке? Со ставкой 14%. Явно, что ставки по вкладам тут же пойдут вниз. Ставки по кредитам так же быстро явно не пойдут вниз, потому что туда закладываются все дополнительные сопутствующие риски. Что касается доходности по облигациям, естественно, доходности пойдут вниз, это понятно. Ну, и если говорить про акции, вы знаете, я думаю, что можно начинать присматриваться аккуратненько к российским акциям в части докупок, если вы уже заходили после спецоперации. Или мягких первых покупок, если вы до сих пор еще ничего не покупали. Вы можете совершенно справедливо мне задать вопрос. Камон, так мы же 4 мая ждем технический дефолт. Нет, друзья, это вторая моя хорошая новость для вас сегодня, помимо ставки 14%. Сегодня Минфин отчитался, что все-таки они исполнили полностью обязательства по усоверенным еврооблигациям с погашением в 22-м году и в 42-м в долларах. Ну, как исполнили? Я подчеркиваю, как числится это в пресс-релизе Минфина, что эти суммы были доведены до платежного агента по этим еврооблигациям Ситибанк. Ну, то есть, если Ситибанк это все примет и не отправит назад, то технический дефолт отменяется. Я думаю, что мы об этом узнаем сегодня или крайне на следующей неделе, 3-м числа мая. То есть, условно, суть по всему, все нормально, мы по всему расплатились. Эта информация доступна банально в телеге Минфина, Минфин России. Вот так и, собственно, нажимайте, смотрите, все нормально, официально. Так что, что называется, будем жить, все хорошо. Аккуратно, друзья, еще раз, очень аккуратно. Состояние очень зыбкое. Уже идут не первые отказы платить за наш газ в рублях. Поэтому на всю котлету, как я люблю говорить, в российский рынок не заходим. В принципе, с учетом того, что у нас, по сути, многие компании слепые в плане отчетности, они не публикуют дивиденды. Это то, на что по большей части в этом году придется просто положить болт. То я бы сказала, что заходить на российский рынок имеет смысл. Ну, вот в худшем таком сценарии, в худшем. Давайте вернемся на предыдущий слайд. И мы, собственно, увидим, что, ну вот, если вы готовы до 2024 года включительно сидеть в российских акциях, когда ожидается восстановление российской экономики, то я могу вам сказать, что там можно аккуратненько заходить. Если вы надеетесь по-быстрому срубить бабла за годик, есть шансы, что не получится. Сори за занудство, но уж такая и я. Ну, а все детали мы обсудим с вами на моей платной закрытной встрече. Она проходит каждую неделю. Детали в описании к этому ролику. Ну, и чтобы не потеряться, если вдруг YouTube сблокирует, мой Telegram в описании к этому ролику тоже есть. Я остаюсь с вами, друзья. Пишите мне в комментариях, что вы хотели бы, чтобы я раскрыла. И я буду рада, безусловно, снимать новые-новые ролики для вас. Я за бесплатный контент. Я считаю, что мы должны оставаться на связи. Что в такие времена это особенно важно. Поэтому ваши комментарии я читаю. То, что я не отвечаю на все. Но это в силу перегруза. Так что я все смотрю, читаю и снимаю ролики по возможности под ваши запросы. Увидеть все, друзья. Все хорошо.